Субтитры создавал DimaTorzok Думая, что он делает что-то пренебрежительное в отношении идола, а выяснилось в итоге, что это оказался способ служения этому идолу, то он все равно подлежит грехоочистительной жертве, как человек, совершивший что-то при решении случайно. Написано в Торе. Теперь одна из самых больших идолопоклонств во времени называлась Молых. Так вот, было принято, как объясняют различными форишами, приносить своих детей в жертву этому страшному идолу. И за, если не дай бог, кто-то из евреев поступает таким образом, то как сказано, то он должен быть предан смерти. Каким образом? Ергиму в обаэвен. Он будет забросан камнями. Да, раньше люди верили, что бог он есть, то есть есть какое-то высшее существо, однако оно злое, и его постоянно нужно умиротворять, усмирять, успокаивать. И поэтому люди готовы были отдать своего первенца, своего любимого сына первенца, да, в жертву этому идолу, его буквально в смысле, да, сжигали по некоторым источникам, да, заживо. При этом, да, все это было под бой барабанов, чтобы отец от плача ребенка не передумал. Страшный совершенно ритуал. Так вот, да, Тора прописывает за него смертную казнь. Как это происходило? Отец передавал своего сына священникам этого культа, служителям огня. И когда они получали его, они что делали? Они разжигали огромное, огромное пламя. И возвращали сына отцу, который прошел по огню перед ними. И отец проводил его обратно по этому пламени огня, да, он, на самом деле, проходил между, да, по такой дорожке, между двух, да, между пламенью огня. При этом сын не сгорал, он просто проходил быстро мимо огня. А есть, которые говорят, что отец именно, что отец проводил его между двух линий огня. Да, то есть есть Махлог, и Траши говорит, что это делали священники, да, другим, и Фуршим говорят, что это делал сам отец. Как бы там ни было, поэтому называется проводить сына перед Молохом, вот в этом огне. Да, я читал, да, Медрожим, что это был такой идол с двумя ладонями поднятыми, а под ладонями были костры. Эти костры накаляли эти ладони, получались как две раскаленные сковородки, на которых клали младенцев. Так вот, но человек, который дал кого-то из своих потомков Молоху, не подлежит наказанию скила, пока он не проведет его фактически, да, через огонь. Пока не передаст его этим служителям, и не проведет его по огню. Как мы объяснили, потому что именно так служили Молоху. Именно за полный цикл этого служения, да, Тура подвергает такого человека побиению камнями, да, смертью через скила. Откуда мы это учим, написано в Туре, в книге Ваикра, в 18 главе, 21 пасух. Из детей твоих не давай провести перед Молохом. Что значит, не давай провести. То есть это должно быть какое-то такое передача, которая включает сами проводы по огню. То есть он должен передать этим служителям таким образом, чтобы они передали ему, чтобы он провел сквозь огонь. И, написано, не проводи. А в другом месте написано Не будет среди тебя кто-то, кто проводит своих детей по огню. А, мы отсюда видим, что везде, где написано Маабир, проводят, речь идет про огонь. А, но если человек передал этому идолу, Молоху, то есть служителям этого идола Молоха, но по огню не провел, но или провел по огню, но не передавал предварительно служителям, он уже не подлежит смертной казни скила, пока не сделает того и другого вместе, как мы объяснили. Итак, следующий вид, который мы обсуждаем, один из 18, это Бааль-Ов. Бааль-Ов, это тоже был такой магический колдовской культ. Шадиноба скила, и человек, который проходил через этот культ, он тоже подлежал смерти через скила. Как мы учили в Мишне, 4. Видите, питом — это от питон, греческого слова, которое означает «колдун». Которые, да, каким образом это работало, они брали череп, голову, да, череп умершего, и ставили ее так отбейт шахею, умидовев, отам и шам, деврей отидот. Да, и клали его под подбородок, сейчас, секундочку, мы посмотрим. А, под мышку, под мышку, они клали его под мышку. И тот начинал, и заставляли его говорить, предсказывая отидот, будущее. По другой версии, питом — это не тот, кто говорит, и, да, вот, заставляет череп говорить с под мышки. Рамбам пишет, что такое некромантия. То есть некромантия, это как раз-таки, да, и он объясняет Рамбам, что некромантия — это, да, в контакт с умершими. В данном случае этот культ, видите, использовал кости умершего, а именно его череп. Так вот, пишет Рамбам, да, кутев, кейцад ума ассе ов. Зе, ше, ху, омэд умактир, киторот ядуа, Вон, он, он брал, специально, васкурял определённые благовония, Вухэз шарвит шеладас биадо уменифо, И размахивал специальным таким кустом Адаса, Вху, Адаса, там, мы знаем, мир там, да, таком-таким веником, И произносил заклинания, которые они знали, владели, Пока не создавалось впечатления, как будто кто-то ещё говорит вместе с ним, И издавался из-под земли, выходил звук, как будто кто-то отвечал на его вопросы. Причём таким очень тихим, да, таким голосом, И как будто бы этого голоса даже не было слышно уху, И только мысленно он успевал как бы расшифровать его. И также кто берёт череп человека и возносит воскурение перед ним, Пока не слышно, что из-под черепа начинает исходить голос. И начинает отвечать на вопросы, все эти вещи называются массой ов, То есть некромантией, и они подлежат, да, человек, который, да, Использует, да, прибегается таким культом, Что запрещено, да, мы за паргот, мы за занавес не заходим, Да, это всё карается смертной казнью Скила. Идони – это чревовещатель, да, ну-ка посмотрим, Бегимарам Ивуар объясняется. Ага, «Ядуа» – это какой-то, да, он брал кость какого-то животного, Дикого, это такая дикая птица, и клал его себе в рот, И тогда оно начинало говорить само по себе. Тоже предсказывал будущее, состояние транса, Тоже при помощи колдовства. Так вот этот и некромант, и вот этот вот «Ядуни», Они оба подлежат Скиле, как сказано, Как сказано, прямым текстом, который мужчина или женщина, Если будет среди них некромант, или вот этот вот вещатель, Мот ю муту смерти умрут, ба эвен ергемо, Там камнем забросайте их, тмэгэм бам, кровь их на них, И тот, кто вопрашивает у них, то есть не только сам колдун, Но тот, кто приходит к ним за помощью, Чтобы те предсказали ему будущее, Он нарушает запрет Торы, как сказано, Не обращайтесь к некромантам, к чревовещать колдунам, А есть, которые так считают раши, Поэтому даже просто обращаться к ним – это запрет Торы, Такой же, как есть свинину, например, Это запрет Торы, Есть, который учит запрет на обращение к ним из других слов Торы, Из книги «Дворим», где сказано, Не будет найден среди тебя косэмксамим, Колдующий колдовство, Вушоэль и вопрашающий оввейдуни, Некроманта или колдуна. То есть, да, как бы два места альтернативных, Из которых можно учить то, Что Тора запрещает именно обращаться Вот этим, да, знахарям, колдунам, Кадалкам, да, и прочим, Использующим, да, силу тумы Для предвидения будущего. Следующий тоже будет нарушающий субботу. Давайте скажем с вами, Лайлуй, Сначала скажем, что наше изучение Торы было За наших братьев, А также за выздоровление Сначала у Довид, Бен Мирьям, Исаак, Бен Мирьям, Ривка, Бат Сара, Аарон, Довид, Бен Ривка, Лайлу, Нишмат, Геннадий, Бен Херш, Дуэндри, Бен Эбраам, Хайм, Иосиф, Хазанин, Бет Садок, Олег, Бен Шалом, Шуботайм, Бен Раби, Бен Анулан, Мин Хана, Менах, Моша, Бен Афтали, Херц, Керебек, Абут, Акиба, Абута, Мин Аоми, Ави, Мури, Рафаэль, Бен Нософ, Абута, Акиба, Бен Арон, Анулан, Мин Ребек, Анауми, Бет Якуба, Мин Мирьям, Акум, Мин Акина, Мин Аоми, Ципор, Абут, Мин Хайл, Амута, Мин Тамара, Хайм, Бен Цаг, Амута, Мин Тамара, Галин, Абут, Владимир, Сара, Бат Владимир, Абута, Мин Александр, Раб, Довид, Вайс, Бо, Ша, Бо, Ша, Бен Сара, Абута, Абута, Мин Тамара, Абута, Абута, Мин Томас, Тима,